сегодня прям праздник какой-то я получил на тестирование пассивные колонки от edifier модель P17 P12 вы возможно уже видели теперь P17 вот такая вот коробка примерно такая же кстати как и P12 из заявленных параметров или фич каких-то особенностей указано что четырехдюймовый вуфер низкочастотный динамик шелковый твиттер деревянная из видимо из MGF коробка корпус и крепление на стену по дизайну они несколько отличаются что же посмотрим а хорошего у них есть следующий мануал в котором рассказано как себя не вести при использовании этих электрических систем кабели кабели акустические больше ничего такого есть на колонке очень красивая отделка под дерево это я сразу могу отметить черная поверхность сверху тоже как бы внушает она такая фактурная гриле интересной формы видите с вставками пластиковыми не знаю но дизайнерский ход конечно чего интересно разнообразит разнообразит гриль просто из пластмасса из пластика но такие вот приливчики здесь симпатично ну и ох ты и динамик такой я не видел не видел у других моделей эдифаер этот динамик не знаю возможно сделали специально для этой конструкции возможно для каких-то еще будущих активных колонок этики же обычно активные колонки делают тем не менее 4 дюйма 116 миллиметров сравнительно средней жесткости подвес с резиновый бумажный диффузор средней жесткости подвес резины 12 миллиметровый купольный twitter порт фазоинвертора тоже на передней панели это позволяет передвигать колоночку к стене смотрится очень хорошо задней панели мы видим эту штуку которая не что это вот возможно для будущих каких-то конструкций на базе этого конструктива также здесь также здесь винтовые клеммы что является более дорогим и более аудиофильским скажем так решением сюда можно подключать уже настоящие аудиокабели акустические на утоплены кстати заподлицо практически не будет выступать наконечник на лэби написано что это полочные колоночки по 17 4 дюйма басовый динамик 19 миллиметров шелковый купольный twitter 6 ом сопротивления рекомендованная мощность усилителя 5-20 ватт чувствительность совсем небольшая 77 децибел ступен диапазон 50 герц 20 килогерц между прочим друзья мои вот эти вот 2 2 параметра иногда довольно серьезно связаны чтобы получить шире диапазон частот валится валится чувствительность динамика и при этом достигается такая красивый параметр как 50 герц они 63 например хорошо так или иначе да и крепления на стену здесь тоже имеется а производитель об этой модели пишет примерно то же самое что и про модель по 12 что это пассивная полочная колонки для фронтов лет и лов домашней компонентной стерео систем построены на 4 дюймовом в уфере но на этот раз диффузором из номикса и три четверти дюйма шелковым купольном твиттере порт фазоинвертора на фронтальной панели поверим высококачественный кроссовер разделяя сигнал на частотные полосы проверим 12 миллиметров мдф корпуса посмотрим есть крепление на стену на это бесспорно из параметров отметим частотный диапазон от 50 герц до двух двадцати тысяч звуковое давление при подаче одного ватта 77 децибел с одного метра встреч чувствительность рекомендованная мощность усилителя 5-20 ватт сопротивление колоночек 6 ом частота раздела полос 1700 герц вес 6 килограмм и размеры на экране давайте еще сблизи рассмотрим эту колонку диффузор бумажный подвес резиновый купол якобы шелковый панели накладки очень очень симпатичные реально на ощупь как дерево наверное это конечно пленка я не знаю но выглядит как шпон натуральный ну и сзади этот терминал непонятная штука дрюка крепление на стену симпатичные полочные колоночки я был бы не я если бы не разобрал и не посмотрел какой там кроссовер как минимум ну и как устроены в середине эти колоночки поехали откроем посмотрим что же у них внутри в этом кроссовере в отличие от предыдущей конструкции две катушки индуктивности два конденсатора и резистор видимо гасящий то есть очевидно что это фильтр второго порядка на twitter и на вуфер выполнена очень приличный кстати стоит денег также что здесь хотелось бы отметить это ребра жесткости приклеена изнутри корпуса что делает его более массивным и довольно толстые стенки я не смогу к сожалению измерить но вот эта накладка она сама по себе не очень толстая но стеночка еще плюс наверно 12 миллиметров то есть короче говоря приличный корпусочек довольно как по мне на мультимедии так не делают там больше экономит далее я бы хотел измерить кривую импеданса для того чтобы показать вам настройку порта за инвертора и особенности построения кроссовера его влияние на импеданс на нагрузку усилителя то есть от этого будет зависеть насколько критично параметры к выходному сопротивлению усилителя которую вы можете принять сможете применить с этими колонками за того что здесь винтовые нормальные акустические клеммы я могу просто воткнуть туда концевики своего своей измерительной схемы вот вы видите звуковая карта и сейчас покажу вам кривую импеданса этой системы вот характерный звук услышали вы видите кривую импеданса значит что мы здесь имеем здесь частота настройки порта на 64 даже чуть выше чем у п12 сопределение провальщик здесь ниже чем обещано хотя шестем таки езда вот и огромный такой горбы то ведь очевидно стык на полос здесь происходит вот чтобы понимали до 44 ом поднимается сопротивление в этом месте но отдача при этом не должна измениться суммарная сумме здесь должна быть довольно линейная характеристика мерить акустические параметры я не буду не могу в этом помещении нет в этом никакого смысла нам приходится доверять производителю который заявляет что частотный диапазон именно от 50 герц и 20 килогерц и для нас с вами важно что частота раздела полос 1700 герц то есть чуть выше чем у п12 однако это примерно один и тот же порядок цифр